Новые возможности для чувашских товаропроизводителей. Правительство Москвы предлагает увеличить поставки в столицу продовольственной и сельскохозяйственной продукции с чувашской маркой. Пять лет между кабинетом министров Чуваши и правительством Москвы действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За это время многие чувашские предприятия стали постоянными участниками ярмарок, которые регулярно проводятся в столице. И московские власти заинтересованы в расширении деловых связей. Сегодня заместитель руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторный рассказал чувашским производителям о том, как можно выйти на московский рынок со своей продукцией. Мы сделали разные формы торговли, которые, нам кажется, будут в дальнейшем все больше набирать обороты и позволять нам достигать тех целей. Самый низовой сегмент, который мы сделали у себя в Москве, это ярмарки выходного дня. Это прямой доступ на территорию города Москвы. Каждую неделю на территории города Москвы в пятницу, в субботу, в воскресенье проходит 100 ярмарок выходного дня. Общей численностью 3000 мест. Причем места на таких ярмарках фермеры получают через портал государственных услуг столицы бесплатно. Все гастрономическое богатство России можно увидеть на региональных и межрегиональных ярмарках. В июне этого года столичная рыночная торговля вышла на качественно новый уровень. В центре Москвы на Семеновской площади открылась круглогодичная продовольственная ярмарка. Торговать здесь можно весь год в любую погоду. Главное условие – товар должен быть качественным. Мы всегда готовы работать с новыми производителями, если они привозят качественный товар. Практически каждый, кто привозит качественный товар, себя на этих ярмарках находит, находит своего покупателя и начинает работать и развиваться. Еще одно направление – фестивально-ярмарочное. В фестивале варенье, мороженого, молока. С каждым годом становится все популярней среди москвичей и туристов. Ежегодно москвичи потребляют примерно 12 миллионов тонн продуктов. Поэтому в столице рады сотрудничеству как с крупными компаниями, так и с небольшими фермерскими хозяйствами. У чувашских производителей есть все шансы завоевать московский рынок. В нашей республике экологически чистую сельхозпродукцию производят более 1300 крестьянско-фермерских хозяйств. Успешно работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.